25 тысяч 487 заболевших коронавирусом в России за сутки. Сегодня Собянин закономерно продлил антиковидные меры, новых не появилось, старые продлили. И в 2021 году мы, собственно, появляемся и входим в него без хороших новостей. Это самое важное. Массовой вакцинации пока нет, ситуация по-прежнему напряженная, как говорит сам Собянин. Между тем, в авторитетном издании иммунити вышла статья о теклеточном иммунити и иммунном ответе на COVID-19. О чем она? Не у всех переболевших коронавирусом обнаруживаются антитела. Это не значит, что они теперь опять будут заболевать. У части выздоровевших иммунный ответ обеспечивает только клетки, теклетки, тилимфоциты. Что это означает, спросим у автора републикации Григорьевичева. Здравствуйте. Ой, я вас не слышу совершенно. Вы меня слышите? Да. Вот, теперь у нас появилась связь. Итак, расскажите нам, обывателям, что такое теклеточный иммунный ответ на конкретные наших потенциальных судьбах. Если не находится антител, которых мы так все ждем и которые являются как бы бонусом за COVID-19, то стоит ли расстраиваться? Есть ли шанс, что мы будем по-прежнему защищены хоть какое-то время от болезни? Да. Тилимфоциты – это еще один механизм нашей иммунной системы, который защищает нас от инфекций. Если антитела – это уже не живые молекулы, это просто такие белки, которые плавают в крови и пытаются перехватить вирус, не дать ему заразить другую клетку, то тилимфоциты обладают способностью распознавать зараженные клетки и убивать их, предотвращая массовое производство ими вируса. И действительно, мы в своем исследовании обнаружили, что даже у тех людей, у которых нет антител, вполне часто обнаруживаются тилимфоциты, что скорее всего означает, что если эти люди выздоровели и при этом у них не образовались антитела, то именно за счет тилимфоцитов у них был убежден этот вирус. В отличие от антител, тилимфоциты, поскольку они живые, они способны сохраняться гораздо большее время, что тоже внушает оптимизм. А что такое гораздо большее время? Вообще, сколько это работает после болезни? Часть тилимфоцитов, их функция заключается в том, чтобы переходить в клетки памяти, что обеспечивает нашему иммунной системе долговременную иммунную память. Мы, конечно, про эту инфекцию еще не можем сказать, насколько долго эти тилимфоциты будут сохраняться, потому что прошло не так много времени. По результатам других исследований мы видим, что за 6 месяцев, вот этот максимальный срок, который сейчас мы можем наблюдать, количество тилимфоцитов снижается, но они все еще определяются, трави переболевших. Но посвенным свидетельством об их очень долгой жизни может являться то, что те больные, которые перенесли вирус SARS в 2003 году, вот у них до сих пор, 17 лет прошло, у них до сих пор определяются те лимфоциты в крови, которые этот вирус распознают. Надеемся, что с этим вирусом будет примерно такая же ситуация. Это значит, на примере SARS, что они не могут заболеть еще раз, да? Этого нельзя утверждать, поскольку вирус SARS в 2003 году и с тех пор больше не появлялся. Но есть данные британских исследователей, которые исследовали весну этого года людей и оценивали у них в том числе тилимфоциты. И у той группы людей, у которых не было антител, но были тилимфоциты специфичные к этому коронавирусу, среди них не заболел ни один человек, в то время как в их контрольной группе, у которых не было тилимфоцитов, заболевшие были. Что нам напрямую уже показывает защитные роли тилимфоцитов. Но, конечно, однозначно утверждать, что если у человека есть тилимфоциты, то он не способен заразиться повторно, мы не можем. Наверняка есть какой-то уровень тилимфоцитов, который защищает, и какой-то уровень, который может только облегчить течение заболевания. Для этого всего требуется дополнительное исследование. А от чего зависит, появляются эти тилимфоциты или нет? Вообще, какого рода защита у тебя вырабатывается? Ну, вот тут, на самом деле, больше информации про антитела, поскольку они исследуются в большем количестве исследований и в более длительное время уже. Можем сказать, что про антитела есть четкая зависимость от интенсивности заболевания. Что люди, переболевшие легко или без симптома, имеют большую вероятность не иметь антитела. Про тилимфоциты пока, на самом деле, сложно сказать, от чего зависят, вырабатываются они или нет. И важно еще оговорить, что методы исследования тилимфоцитов таковы, что мы вынуждены ограничиваться каким-то набором фрагментов вируса, на которые мы ловим эти тилимфоциты. И поскольку мы используем не весь вирус целиком, то тот факт, что мы не видим у конкретного человека тилимфоцитов, не означает 100%, что у него их нет. Они могут просто распознавать те фрагменты вируса, которые мы не используем в наших тестах. Как вы относитесь к идее вот таких вот ковид-паспортов, где будет фиксироваться наличие вот этих вот результатов антител или потенциальных тилимфоцитов, которые будут для людей проездными вообще в этой жизни, пропусками для каких-то перемещений, путешествий и так далее? Ну, этическая сторона вызывает некоторые вопросы, что это, по сути, является дискриминацией человека по состоянию здоровья. С иммунологической точки зрения тут важно говорить, что не только антитела и, может быть, не столько антитела, а теклеточный иммунитет тоже является важным показателем того, защищен человек или нет. Ну, а с медицинской точки зрения нам все-таки еще нужны дополнительные исследования, которые покажут, какой уровень тилимфоцитов или какой уровень антитела является защитным. Поэтому тут, мне кажется, еще просто недостаточной информации. Можно уже делать тесты на тилимфоциты, чтобы выяснять, как у тебя дела и насколько ты защищен? Такие тесты сейчас находятся в разработке. Мы сейчас в том числе разрабатываем один из таких тестов. Мы его используем сейчас только в рамках научных исследований, но рассчитываем, что уже зимой будущего года он станет относительно широко доступен. Относительно, потому что, в отличие от теста на антитела, это гораздо более трудоемкий и значительно более дорогой этот тест. Поэтому все-таки я не считаю, что он показан всем, а только в каких-то сложных случаях, когда нужно подтвердить прошедшую инфекцию, которая произошла без образования антитела или когда нужно каким-то больным, может быть, ослабленным системой подтвердить эффективность проведенной вакцинации. Сейчас очень много говорят о повторно заболевающих людях. Я думаю, что здесь примерно половина это слухи, что вот я знаю одного знакомого, он заболел второй раз. Но при этом ясно, известно, что все-таки повторные случаи бывают, хотя статистика здесь очень невнятная. Люди, которые заболевают повторно, это люди, у которых почему-то после болезни не образовалось ни Т-клеток, Т-лимфоцитов, ни антител. Как вообще такое происходит? Возможно, что это так. Возможно, что это не совсем так. Возможно, что есть какой-то уровень, который защищает и какой-то уровень, который не до конца защищает. Кроме того, еще важную роль играет, по всей видимости, доза вируса, которую человек получает. То есть, возможно, есть такая большая доза, которая может, тем не менее, вызвать заболевание, даже если у человека есть определенный иммунитет. Но важно говорить, что это пока действительно есть подтвержденные случаи, уже документально сдокументированные. Но недостаточно пока информации для того, чтобы пытаться сделать вывод о механизмах и о том, почему это происходит. Спасибо большое. Это был Григорий Ефимов, заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии. Мы обсудили вот такое явление, как те лимфоциты, которые тоже нас защищают после перенесенной болезни.